Приветствую вас всех, с вами Николай Партини, это игра Dark Souls, темные души, готовься к смерти. Я продолжаю творить добро, делаю обучение как пройти на первом уровне без прокачки героя. Обучаю какой естественной и где лучше использовать арсенал, артефакты, которые нам во многом облегчают выживание в этой замечательной игре. Загружаем последнее сохранение данных. Так, ну вот естественно я появляюсь в Блэктауне, Чумного Города. В предыдущем видео я вступил в ордер, прокачал и получил естественно магию хаоса. Также встретил таинственную ведьму Топи, Квилану и закупился у ней магией пиромантии, значит. Естественно. После чего зачистил там болотище, да, естественно, перебив многих тварей и также получил некий артефакт. Это кольцо Кварантии и благополучно вернулся сюда, значит, чтобы продолжить путь. Ну что, продолжаем движение, значит, я сяду у костра и сейчас сразу лучше починюсь, значит, починить снаряжение. Рекомендую вам всегда стараться по возможности чиниться там, даже если хоть чуть-чуть там, кстати, отнято, да, кстати, в прочности. Но все равно, да, лучше починиться на всякий пожарный. И также буду, естественно, сейчас попробую прокачать наш чудесный арбалет, точнее, будем максить его. Вот зубчатый клинок призрака, да, они можно было прокачать, но у меня нету этих мерцающих титонитов. Вот, естественно, мы нашли этот жертвенный клинок, да, в блоктауне. Также, естественно, вот кирочка. Ну, естественно, я это оружие не могу использовать по параметрам. Огромная дубина, ну, тут, видите, 28 нужно сил. Вот, у кирки тоже самое, 14, да, нужно сил. Так, что тут, вот арбалет, да, будем его максить, значит, да, значит, вот 180 начальный урон сейчас, да, на данный момент. Так, 195, да, еще. Так, и, естественно, 209, да, вот мы прокачали до плюс 9. У меня было, ну, несколько больших оскоков титанита. Теперь у нас, как бы, арбалет нам много будет больше наносить урона. Так, ну, также, думаю, прокачать балдерский щит. У меня парочку есть оскоков титанита. Вот, значит, за счет прокачки мы увеличиваем эту стабильность. Вот, теперь, видите, 65 стало, значит, стабильность, а было 64. А вообще, что, естественно, дает эта стабильность? Ну, в основном, мы более сильные атаки, да, сможем сдерживать. И, точнее, нас не выбьет из нас щит, когда мы очень сильную атаку будем применять. Вот для чего нужна стабильность. Также, я думаю, изменить заклинание и установлю более сильную пирамантию, которая у меня есть. Значит, ну, давайте я поставлю большой огненный шар. Видите, он 4 единицы стоит, но урон у него, естественно, очень большой. Так. Ну, вот можно почитать. Высшая степень пирамантии посылает огромный огненный шар. Саламан, магистра пирамантии, которого прозвали великим огненным шар, значит, считалось, что пирамант основан на поклонении огню, обучившемуся эту заклинанию. Несмотря на эти утверждения, значит. Ну, конечно, какой-то бред, если честно. Для меня даже не понятно, но все-таки. Значит, ну что, естественно, я буду использовать из арсенала своего. Так. Вот, естественно, вот такой билд, пару колец и лучше установить заросли цветущего мха. Неплохо будет. Так, на данный момент так все и оставим. Ну, значит, теперь наша арбалет будет чуть побольше носить урона, это хорошо. Угу. Ну, вот, тварь сагриваем, да, сюда, чтобы она к нам побежала. На суше, а не в болото берется. И тут же и валим. Так, вот, комары сагрились. И тоже их валим. Балты у нас, конечно, окупаются. И это очень хорошо даже, скажу. Так, вот, очередные твари. Валим их, да? Почему их сразу лучше расстрелять? Ну, блин, сколько их там? Они нам будут, естественно, мешать там, как вам сказать. Ну, автотаргеры, естественно, меня будут постоянно кидать на них. И, естественно, я солю все. Так можно их, ну, не особо-то волноваться там. Убивать их или нет. Ну, естественно, я их убью. Мне, естественно, это будет легче. Ну, и болты все равно окупаются. За комара дают там 36, а болт стоит 10. Он самый дешевый, самый говеный. Ну, видите, очень облегчает само прохождение по возможности. Так, тут тоже, видите, комары. Вот так. Так, ну, вроде все, да? Значит, вот, когда мы будем подниматься вот на эти строения, да? Ну, или, как они называются, леса. То, естественно, эти комары будут агриться и лететь к нам там. И паду мешаться. Так. Видите, 112 наносит, конечно, да? У них защита еще там есть. Ну, все-таки. Так что-то. Я рановато стрельнул, да? Автотаргет не навелся. А я уже пальну. Так. Ну, в принципе, все. Вот эту паду тоже валим. Вот так, да? Видите, на расстоянии всех убиваем. Ну, ждем, пока эти подлетят твари. И тоже их вынесем. Ну, все, в принципе, душки наши копятся. Вратно там очередные твари. Ну, ладно, не пофигу на них. Ну, еще такой бах даст. Вот, видите, обратно баги, значит. Вот, видите, в меня начинают уже лететь идет. Я бы сказал. Отравленные дротики и лучше тут не стоять на месте. Как можно быстрее свалить отсюда. Ага, значит. Ну, продвигаемся чуть выше и смотрим сразу, как бы, наверх. Вот, видите, нас там уже ждут, как бы. Вот. Вот так. И спускаемся отсюда быстрее, да? Вот сюда, ладно, сейчас остановимся. Так, ну, вижу я тени, да, такие, они там бегают. Угу. Ну, падают, стреляют, да, смотрите. Просто если залезть, естественно, они сейчас там нагорнут. Вон, на программе. Вон, видите, да, сейчас бы, блин. Так, ну, че там, тварь, завису, нет? Они не умеют по лестнице лазить, это, конечно, плюс. Ну, тварь. На, я псянулся. Так, ну, нужно установить лучше уже кольцо. Оно не нужно защитить от яда. И поставим лучше кольцо кларантики, которое мы нашли. Ускоряет восстановление стойкости. И также, естественно, кольцо злого глаза поставлю. Так. Ну, че, продвигаемся тут дальше уже. Так, ну, вот, значит, все, прибавили их усы. Так, где этот дятел куда-то стреляется? Куда он делся? Ну, выходит, он слился или упал вниз, ну, ладно. Так, да, вот тут берем капюшон странненько, ну, сет странненько, значит. Большой он. А, вон, вон, падал, смотрите, да, начинал. Падал, блин. На тебе падал в спину, а? Во, отлично, видите, нас чуть не заразил ядом. Он, оказывается, туда спрыгнул, а потом залез. Ну, ладно, продвигаемся дальше. В принципе, видите, да, пока идет все нормально, слажено. Ну, все равно нужно быть бдительным, очень аккуратным. Так. А, вон, очередная тварь, значит, че мы делаем? Ну, расстреляем, ну, черт. Ничего не запрыгивает, падал. Ну, ладно, спрыгнем тут, не особо-то. У нас жизни заберет много. Ну, даже ничего не забрал, ну, отлично. Ну, видите, да, тут специально так сделано, чтобы если бы... А... Куда уже слезли, то обратно не залезли. А, вот, очередная тварь. Не даем просто ничего там сделать, в буквальном смысле. Чтоб нас не поджарили, там, этим огнем. Эти мутанты. Ну, тоже, как бы, такая нычка здесь. Так. Угу. Ну, особо ничего не вижу здесь. А, тут, типа, тайник. Сейчас я вам покажу, вообще. Тут тайничок. Чуть не забыл. Во, в нас уже стреляют дротики, видите, да, летят они в меня. Прямо, и там, и тут быстренько вот за эту прячемся. Во. Ну, вон там он на лесах стоит, да, на этих вот. Под мостик, вон он стреляет, падал. Надо подождать, чтобы он перестал стрелять. Либо он может, во, вон соскочил, каскадер полетел. Идали, идали. На! Расстелился, падал там. Вон, кусок говняка. Видите, он, как бы, сам упал, плевал, плевал и упал, значит. Ну, проходим, наверное, через белый свет. Как бы мы должны сюда зайти, но мы выходим. А. Так. А, ну, нас уже, нас уже там встречают, короче. Вон тварь, да. Ну, тоже без привета не оставим, короче, этого товарища. Такие вот убогие твари. Значит, вон там, вот видите, да, ведь там труп, и там, естественно, есть артефакт один. Точнее, ну, оружие. Спрыгиваем туда. У нас чуть-чуть забрало жизнь, ничего страшного. Кнут это. Значит. Угу. Ну, естественно, спрыгиваем. У нас тоже бы холсы там не отнимется. Ну, немного, но отнимется. Ну, видите, да, отнялась, конечно. Ну, немного, как я и говорил. Потому что можно там рассчитывать по падению. Да я прыгал не с таких-то. Еще и выше было расстояние, я прыгал там. Ну, я, естественно, показывал где там. То внизу блоктауну, когда я спрыгивал, то, естественно, там. Когда я вихря валил, тоже спрыгивал. Там еще выше было, но не умирал, конечно. Не умирал. Это хорошо, значит, так. Так, ага, вон, жиртрейс, я вижу жиртрейс отсюда уже. Сразу мы бэкчанский жирный поставим. Не кипишу, вокруг шум. Не кипишу, опа. Толстый отъехал, значит. Ничего не дали за него. О, он уже нас встречает, падает. Когда он так вот прыгает, да, естественно, он вас сожрет. Он меня сразу может за один раз сожрать, так. Вот, а что, сразу остерегаться надо. Как он ударил нас по щиту, да, тут же, естественно, контр-атакуем его. Ну, контр-атака называется. Так. Значит. Ага, вот. Значит, вот, тут есть такая тварь, да. А, это как клещ такой огромнейший. Вот сюда лучше не заходить, потому что он нас будет атаковать. Можно его обойти. Я сейчас, естественно, покажу. Так. Там кто-нибудь есть сверху, не? Ага, умер, падал, да. Видите, да, так вот всё случилось. Ну, сейчас они, небось, залезут сюда. Полюбас. Так. Во-вот падал лезет. С них вот, с этих вот именно, может упасть душа мертвеца. Так. Так. Так, всё, залезли сюда, отлично. Видите, да, только меня начал обратно автотарги покидать со стороны в сторону. По камам, там завис, его расстреляют, к чёрту. Вот. Видите, воспользуюсь самым моментом. Я знаю, что это, они, баки какие-нибудь, да, значит. Да, они даже на пользу. Так, ну чё, тут обходим. Так. Обратно бак, смотрите, да. Вот так, аккуратно, блин. Да ну что ты? Что это такое, блин? Ну что, бак какой-то, да? Ну и чё мне делать? Так, ну чё, я перезайду попробую, да, щас. Вот, естественно, мы уже появились, да, возродились. Всё, видите, как бы, мы вышли как бы из этого бага. Значит, ну, продвигаемся дальше. Так, вон тварь уже, да, лезет, ну надо встретить. Встретить уродца, значит. Здесь из Спарта. Долго он летел, видишь, как он летел, да? Довольно-таки... Довольно-таки немало, короче, да. Ну, так, значит. Ну, видите, тут вот клещ, да, естественно, мы подходим к брюху егошнему. Но я называю эту тварь клещом, потому что она похожа на клеще. А вы как хотите можете называть. Ага, ну, мутант, короче. И, естественно, мы его тут дубасим. Всё, убили, естественно, этого клеща. Если бы мы подошли сбоку, он нас там своими клещнями, да, убил бы, блин. А, там, бил бы постоянно, значит. Ну, пермантия внутренней оси. Вот ради чего, в принципе, сюда и нужно, блин, прийти. А, минусы, конечно, этой пирамантии, то, что она даёт усиление, но забирает временно у вас здоровье. Так, это, конечно, тоже бы своего рода минус такой. Значит. Блин, чё-то немного заплутал. Так, а, туда вот дальше, да, там можно орлейный щит взять, во. Точно, сейчас. А, спущусь, вам покажу. Так, да, он туда. Так, а подождите, чё за... Просто надо выше подняться и спуститься. Во, вот здесь. Подожди, а, вот, тут ещё есть душонка такая, вон, я увидел. Чуть не пропустим. Вон, душа гордого рыцаря. И вот сюда нужно спуститься. Тут мы можем добыть орлейный щит. Но, если честно, он мне сто лет не нужен, блин, этот орлейный щит. Я знаю, в принципе, его где-то приблизительные параметры. Не особо он такой толковый. Когда он сейчас хочет падла, прыгнуть, да? Обниматься хочешь, да? На, сложился, короче. За 150 за них дают. Не очень-то это много. Так, ну вот. Орлиный щит. Ну, смотрим по параметрам, блин. Не вижу смысла ещё чё-то его относить, наверное. Ага. 6 весит и 16 нужно сил. Ну, многовато, если честно. А, короче, блин. Говёный щит, говёный щит, короче, всё. Можно, типа, бить этим щитом врага, но нельзя отражать парирование, блин. Не вижу смысла его использовать. Чит, особенно, ну, когда он весит 6 и ещё 16 сил нужно. Естественно, у меня их никогда и не было, блин. Так. Просто аккуратно передвигаемся. Можно тут и бегать, да? Было быстрее, но... Я бы сказал, конечно, тут, как ему говорит дядя, но... Ха-ха-ха. Всегда в основном так говорит. Так. Значит, тут падение-то собаки должны быть. Да, вот я вижу, вон оттуда собак. Вон они там. Она быстрее, она быстрая, но я ещё быстрее. Чё-то в этом духе. Значит, фишка вот этих тварей, да? Они могут на вас накинуться и вас сожрать, в буквальном смысле. Меня точно. Вот так, смотрите. Опа, а ты ему... Но тебе бэк. Вот так. Ну вот сами видите, да, как всё работает. Значит, тут проходим дальше, значит. Тут чё там такое? А, вон, твари сверху. Ну давай, спускайся. Сейчас мы тебе тут загуляем. Падал, блин. Раскатал, значит. Тут есть костёрчик, да, видите? Можно распалить. Потому что локация тоже довольно-таки не... Не лёгкая, я скажу. Даже сложная. Не говоря уже о первом уровне. Ну, я, в принципе, уже её знаю полностью. Ну, не раз приходил, я уже сколько раз тоже говорил. Имеется мастерство. Конечно, лучше сесть в костёр, но я не вижу смысла. Почему? Потому что там дверь сверху закрыта, я её не открывал. А, я просто соберу, как бы, все арты, все предметы, которые мне нужны, да. И, естественно, телепортнусь обратно косточку возвращения к последнему костеру. А если я сюда сяду, я сюда и попаду. Так, значит. Спускаемся, да. А, вон там твари, да, вон снизу, смотрите, лезут. Нифига не спускаемся. Ждём тут. И, шныль, подходи. Вот. Какой-то, какой-то там высших... Оружие высохший труп какой-то, что ли. На палке, блин. Так, вот. Ты мудиловал, подымись. Вот. Я вот не пойму одного, знаете, когда я подымаюсь, да, меня могут доубить. Ну, естественно, бить там, да, атаковать. А когда они подымаются, почему-то нельзя в анимации. Да, естественно, я сбесил очень. Так, ну вот. Всё, в принципе. Ну, тут тоже нужно быть осторожным таким. Вот, видите, там лежит какой-то предмет, наверное, ценный, скорее всего. Тут опасно, видите, тут плохой такой обзор. Не нравятся мне такие вот места, если честно. Заросли цветущего мха. Потому что на них вот больше всех можно слиться. Спокойно причём. Так. Так, подымаюсь тут дальше. А, знаю, тут вот такой хиповый мостик, да, типа, блин, качающийся, когда вы идёте. С него вообще-то можно спокойно свалиться. Так, ну я знаю фишку. Нужно либо быстро идти, либо медленно, и причём зигзагом. Ну, не ровно, не по ровной линии. Во, во, про чё я говорю, видите, да? Меня стороны в сторону кидает, но я, в принципе, знаю это всё. Я, в принципе, знаю эту систему. Вон собачка, да? Твари, нас уже встретили, да? Так, просто я смотрел, где-то там может ещё дышать огнём. Здесь красные собаки, но жизни у них немного. Два варианта, либо было расстрелять, либо так вот убить. Но лучше держаться именно, как бы, сзади. Потому что у меня брони практически, ну, нету, да? Это шмоты говёная, тряпочная. Её там пробить может на ура там они. Буквально там за три-четыре укуса меня бы вынесли бы. Ну, или где-то примерно так, да? Так вот в теории вам рассказываю. Просто не буду я молчать всю игру, когда прохожу. Просто, когда я на один, да, я сосредоточусь. Могу там ещё минуты три постоять, там где-то что-то подумать. Там, не знаю. В Дархе-то нету паузы, но... Если, конечно, на локации никого нет, можно спокойно встать и попить там, пойти, даже чаю. Так. Ну, ничего, нету, значит, здесь, да? Так, ну вот, смотрим пока сверху, там чё к чему. Ну, всё, в принципе, да, тут взяли, теперь, как бы, надо обратно выйти. Тоже проблематично, тут можно ещё упасть. Ну, вот, видите, так, как бы, я зигзагом, я не по ровно шёл, а, как бы, вот так вот. Да, вот, из стороны в сторону. Если вы будете на одном месте стоять, у вас просто такой... Как вот сейчас, а, предположим, вот так, да, вы стоите, а у вас так... И вниз вообще вылютили. Ну, а, видите, уже наработана техника. Ну, я говорю, это опыт и мастерство. На первом уровне вообще мало кто проходит, даже на ютубе, можно посмотреть там. В принципе, вообще, из чего я начал это прохождение. Это ММО Гонплей, да, тоже мой хороший товарищ, блин. Вот, из-за него, как бы, естественно, я посмотрел его ролики, да, и начал тоже пилить дак на прохождение. В принципе, ну, у меня мастерство-то тоже есть. Ну, изначально он, как бы, тоже, там, советы давал какие-то даже мне. Так. Значит, ну, тут тоже тварь такая, да, вот, типа, спит, блин. Видите, палка у него, как бы, копье торчит. Да, блин, как так-то, блин, а? Ты чё, падал, а? Видите, у них копье есть? Не знаю, выпадает оно вообще или нет. Так. Ага, нет тут никого, да, значит? Ну, там тоже какая-то вещь, да, и есть. Ну, вот, сейчас спустимся немного, значит. Угу. Так, вон там тоже тварь, да, стоит. Ох, там даже не один, а двое. Это опасно, короче. Вот так вот, да, видите, выманим, короче, не лезем туда. Там, если бы я пошел бы, они сагрились там вдвоем. Там, выносливостью меня выбили. Еще, видите, неудобно, да, такая местность, такая, замкнутое пространство. Вот так можно рассказать. Так, вот тут, видите, да? Как бы досочки такие, ну, редкие, да, стоят, ну. Естественно, если вы туда упадете, сразу тут ловушка такая. Ну, сразу умрете. Вот, вот, вот. О, видите, видите, да? Вот. Упали туда доски. Естественно, вы туда сами упадете, и все, вас нету. Так, стопе, стопе, стопе. А, значит, вот видите, да, там вдалеке, короче, огонек это. Там, типа, вот видите, да, можно разглядеть сейчас. Отсюда, вот. Туда нужно спрыгнуть, да, там, как бы, катана есть, но она не катана называется. И катана, или что-то в этом духе. Естественно, да. А, вы когда спрыгнете, оттуда, как бы, пути нету назад, я бы так сказал. Значит. А, точно, вон. Сюда нужно спрыгнуть. Так, 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 значит, во. Вот так вот, кувыркнуться. Тут тоже, так вот, они их, да, запутаны. Так, все запутано, во. Тут нужно аккуратно, так, подойти. Но не упасть, вы можете упасть спокойно. Душа гордого рыцаря. А тут уже, естественно, по-моему, шмот есть. Так. Так, и там он тоже, видите, да, что-то есть, значит. Вот, маска тени, куртка тени. Отлично, да, да, короче. Так, вот сюда теперь спрыгиваем, и вот сюда. Душа гордого рыцаря. Неплохо, да, так. Такие тайнички, вот, за этими, в принципе, тайниками мы и пришли. Так, потому что души там нужно будет на прокачку мерцающим титонитом. А также там еще на что-нибудь. В общем, найдется на что потратить души, я так скажу. Так. Вот, вот, короче, да, видите, как бы оттуда собралось привить, и потом вам нужно будет обвернуться аж вот сюда обратно. Вот, как бы подняться там и обратно лазить и лазить. Значит, ну ладно, продолжаем движение, значит. Не задерживаем видосы. Потому что тоже, да, заливать долго там, по времени. Демонтировать тоже не особо, блин, быстро. Хотя у меня комп очень довольно-таки мощный. Ну, все так, блин. Ну, по последней модели техники, я бы сказал, там. Сделано все. Так. Вон, видите, да, вот этот урод стоит, вон, у кого факел. Меняем просто, значит, на арбалет. И потихонечку так подкрадываемся, не палимся. Чтобы он не убежал там, не... А потом в него так настрелил. Он так... И крякнул, сука. Что значит это? Тут тоже нужно быть аккуратным, да, потому что сагрить всех не надо. Так. Стоять. Ну, вон, как я и говорил, да, вот разбегать здесь вот сюда, потом прыгать и туда. Потом спрыгиваете и обратно круг такой даете. И возвращаетесь вот на это исходное место. Так лучше всех не агрить, да, там? Ну, да, по одному, если я там в него бы стрельнул, да, второго слышал и тоже подбежал бы. А так лучше по одному, вот видите, с копьем идет таким. Копье такое, по-моему, можно найти. Видите, да, как бы. Копейщик воин такой, да, он сам по себе тоже не слабый. Видите, как бы мы с подтяжка заходим. На, ему так только. Видит, да, вот видите, мы с подтяжка к ним заходим и начинаем их убивать. Карать, так сказать. Зато, что они рожат свои щелкали там. Ну, конечно, я бы сказал по-другому. Так, давайте. Довольно-то некультурно, я бы сказал, если честно. Так. Блин, ну, не получилось, да, в него встрельнуть. Ладно, принимаем здесь товарища. Э-э-э, лох, подымись. Не наводится на него, значит. Здесь из Спарта тоже улетел туда в обрыв. Ну, здесь сигун... Э-э, сигун на четыре он, наверное, летел. Сто пудов туда. Так, так, так. На тебе, Бакчанский. Здесь из Спарта тоже туда же. Улетел. Во-о-о, значит. Ну, видите, так вот всё довольно-таки нетрудно. Ну, если, конечно, как бы говорю, ещё раз знать всё. А так, вы знаете, по незнанию можно умирать раз за разом. Там, вексус за эксус, банка за банкой, заливайтесь. Так. Всё казалось... Всё стаканом за стаканом, мне казалось, сука, мало, да? Так же и здесь, блядь. О чём мы пьём, скажите нам, скорее, мы пьём палёнку, Вася. Вот тут тоже самое. О чём мы пьём, скажите мне, скорее, мы пьём эксус. Вот. Ну, то же самое. Так, вот тут тоже жир трес этих, агрим, да? Вот последняя ходка наша уже такая. Вытаскиваем их вот сюда, так, на полянку, на полянку выйти. Конечно, уже кольцо на, на бэксап и парирование, да, поставить, но... Не получится бэк поставить. Вот, значит, с них можно эту дубинку вытравить, да, но... С моим поиском дропа, это, конечно, вообще может стать проблематично. А так, если там будет... Ну, поиск большой, да, там, хотя бы 10 душонок и... Кольцо на золотой змеи будет стоять, значит, поиск нормальный будет. Да давай, не ори, иди сюда. Они неуклюжие, жирные, но... Опасные тоже, да. Не надо их... Недооценить, я бы так сказал. Вот паду хватит там крутиться, доставка. Как, около новогоднего ёлочки, знаете, где эти школьники крутятся. Зелёное было. Зелёное было. Зелёное было. Тоже зелёненький он был. Так, ну, значит, ну, последний жиртрец, значит. Эй, жирный, выходи. Отходим на более подходящее нам место, чтобы нести жиртреца. Парировать, конечно, их тоже можно, я показывал, наверное. Кто смотрел видео, тут помнит. Он падает, да? А, туда лицом. И в это время нужно обойти к бы... Ну, ты запарил жирный, ну, не крутись, дайте бык поставлю. Напоследок запарил на жирную той задницу. Так, вот, всё. Навозный пирог, всё, в принципе. Ну, что дальше тут уже, всё. Всё. Выход, вот. Смотрим. Выход. Вот он. Там дальше, как бы, ну, мы должны, как бы, якобы сюда спуститься. Но мы обошли всё это дело. Так. Значит. Ага. И сейчас я... Попробую взять меч и не сдохну. Конечно, это опасно даже для меня. Прыгать туда, но... Ладно, чтобы просто рассчитать прыжок. Так. Туда. Ага. Просто можно не долететь, как бы, да? До туда и... Вниз. Во. Видите, да? Как бы, блядь. Вообще копейки, да? Вот так. И... И то, блин. Ну, типа и катана, блин, короче. Показываю вам. Так. Значит. Не то. Так. Вон. Во. Вот она. Значит. Ну, вот видите. Вот параметры её. Дополнительное кровотечение. Ну, как и катана, но... В чём фишка, да? Видите? 20 ловкости нужно, 14 сил. Ни того, ни другого у меня нету, в принципе. Ну, на этом я закончу, наверное, да? С вами был Николай Партийный. Всем... Удачи. Подписывайтесь на канал. Буду очень вам признательный рад. А я, естественно, перемещаюсь уже в... В болотище блоктауна. Оттуда подымусь. Наверное. Прокачаю перчаточку, может, немножечко. Там, буквально на пару раз. И отправлюсь уже наверх. Потому что отсюда я не выберусь. Тут закрыто. Потому что я никто не открывал. Да и, если честно, мне идти тут ещё длиннее. По времени. Ну, вот, в принципе, да. Вот теперь мы можем... Расспокойно отсюда... Убежать, как бы, так сказать. С вами был Николай Партийный. Всем удачи.